В городе Кокшетау в очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство сегодня состоит около 30 тысяч человек. Многие из них обращаются в местный Акимат. Справиться с таким наплывом заявок непросто. О том, как взаимодействуют сотрудники госоргана с гражданами, мы сегодня и поговорим. Герой нашего выпуска Акан Аяшев. Профессиональный путь в госоргане он начал с простого курьера. За пару лет стал заместителем руководителя отдела. И теперь бесспорное преимущество Акана – знание тонкостей работы, начиная с низов. Сейчас специалисты отдела оказывают 16 государственных услуг. В первую очередь земля. Это выдача земельных участков, продление аренды земельных участков. То есть все вопросы, касаемые земли и архитектуры в том числе. То есть согласование эскизных проектов, выдача разрешения на строительство. Большое число граждан обращаются по вопросам участков под ИЖС. В прошлом году встать на очередь стало возможно онлайн. Сегодня никуда не надо ходить и пинать чьи-то двери по Акиматам или к нам по отделу земельных отношений. Можно просто зайти на портал ЕГОВ, далее перейти на публичную кадастровую карту, где будут отражены полностью все ваши данные касаемо вашей очередности. То есть до 2023 года, год, мы подгружали все эти данные вот именно на этот портал. Жалоб на оказание госуслуг от местных жителей поступает много. Причина, как говорят сами сотрудники, большое количество обращений. По 10 в день на одного специалиста. Госслужащие порой физически не успевают ответить всем желающим. Здесь с КДС жалобы поступило, нужно будет полностью все документы поднять. В прошлом году в Кокшетау запустили программу реновации. Цель – снести ветхое жилье и улучшить облик города, дав эту возможность инвесторам. Программа рассчитана на три года. Возможно, продление. Жильцы старых домов, которым уже больше 40 лет, могут обменять свой участок на новые квадратные метры. Тех, кто уже воспользовался возможностью, немало. Относительно недавно была женщина. На протяжении двух лет она жила в ветхом жиле. Жилье непригодное для проживания, можно так сказать, откровенно. Мы нашли застройщика, который приобрел у нее этот земельный участок. Максимально помогли и создали все благоприятные условия этому застройщику, для того, чтобы он беспрепятственно построил этот объект, который мы ему запроектировали. И вот на сегодняшний день ей дали двухкомнатную квартиру в центре города. И она вот такая прям вот довольная вообще. И по сей день мы с ней созваниваемся. Еще одна важная миссия, за которую взялся Акан – выдача земельных участков очередникам. Когда специалист пришел в отдел, то выяснил, что с 2017 года очередь не продвинулась ни на йоту. Акан, вы на сегодняшний день уже успели выдать 50 участков земельных людям, которые ждали их много-много лет. Расскажите, как вы решили заняться этим вопросом? На протяжении вот пяти лет люди не получали земельные участки по ДЖС. Очередь, то есть, не двигалась. У нас очередь была на тот момент 10 тысяч, ну, с копейкой человек. И первые в списках люди были, которые стояли в 2004 году. Я ранее работал землеустроителем, геодезистом нового правительства для граждан. И у меня были доступы и коммуникации, то есть ко всем картам, ну, и так далее, и так далее. В принципе, я этим воспользовался. Ну, по этих целях? Естественно, конечно. И, ну, думаю, откуда начать? И вот начал вот с этого района, Берлик, где как раз-таки последний раз и выдавали. В 16-17 годах, кажется, выдали 151 участок. И я думаю, по-любому кто-то из них не освоил этот участок. Ну, нужно начать оттуда. Выехал, и у меня начало получаться. Я выявил один земельный участок. Вот, условно говоря, кажется, вот этот земельный участок был свободный. Вот он, вот этот земельный участок был свободный, его начали осваивать. И они были свободны, я думаю, ну, а в базе они еще как бы сидели как акты на земле. Я думаю, невозможно, как с 16-го года всего на 2 года и оседали. Почему они сидят в базе? Начал это все проверять, и оказывается, что они просто не были удалены с базы. Я отправил запрос, их все почистили. И я начал уже, значит, проводить полную инвентаризацию. Не только вот этого массива, но еще и, значит, пару районов. Это микро-район Бейбетшлик. То есть две окраины города. Молодой сотрудник полностью взял инициативу в свои руки. На личном авто объезжал пригородные территории, а потом обходил окрестности с картой в руках. После чего Акану предстояла большая работа по поиску тех, кто на протяжении 20 лет стоял в очереди в ожидании положенного от государства участка. Являются ли на сегодняшний день гражданами Казахстана или нет, это первый вопрос был. Второе, ну, открыто говоря, живы они или нет, потому что с 2004 года, представьте, люди на протяжении 20 лет стояли в очереди, ну, без движения. И из 150 человек, это я условно говорю, там плюс-минус 20 может быть, сто человек отсеялось. Кто-то уже приобрел, кого-то уже нету. Да, все верно. Кто-то уже приобрел этот семейный участок, кого-то уже, ну, не было, кто-то уже не являлся гражданином Казахстана, что нам не позволяет, ну, законодательство выдавать. И вот эти 50 граждан я лично начал обзванивать. Они поначалу мне не верили даже, они как-то скептически относились еще вот на фоне вот этих мошенников, вот этих мошенников, вот этих, да, 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 сианин, да, нет, кто-то. Я говорю, придите, пожалуйста, вот официально к нам в госорган, воспользовавшись этим моментом, что я сейчас на государственной службе, я хочу максимум выжить и принести благое и какую-то пользу вот, ну, нашим гражданам. И если я это буду сейчас распиаривать, то у меня такое ощущение, может быть, это мое что-то, что я это обесценю каким-то образом. На самом деле, Акан, я вам могу сказать, что на сегодняшний день очень важно говорить о положительных каких-то моментах в той же государственной службе, потому что негатива хватает везде и с лихвой, а вот такие вот кейсы, их нужно, наоборот, подсвечивать и рассказывать людям, что есть. Вот такие специалисты у нас, которые помогают людям. Сейчас, в свою очередь, на выдачу ожидают еще около 300 земельных участков. Скоро у них появятся законные владельцы. Акан, я так понимаю, что мы находимся на территории, где совсем скоро появятся новые дома? Да, все верно. Мы находимся в поселке Станционов. Это пригород города Кокштал. Еще его называют второй Кокштал. Вообще, площадка подготовлена под почти полутора тысячи участков. И на сегодняшний день почти готовы 290 земельных участков. Вот если обратите внимание, тут как раз-таки проведены сети электроснабжения, и вот там дальше немного в глубине проведены сети водоснабжения. Когда планируете выдать уже, или? Мы сразу выдадим, как только подключат центральный водопровод. Вот прям вот на следующий день мы, в принципе, уже подготавливаем всю документацию к выдаче. Именно к этим 290 участкам. Как только закончится вот этот водопровод, примут его в эксплуатацию, мы незамедлительно, я вам лично обещаю, дай Бог, будем все живы и здоровы, мы его выдадим. А какой вопрос касательно воды? Значит, здесь такая ситуация, что водопровод построили. И когда его подключают к основному водопроводу поселка Станционный, давление у местных жителей, к сожалению, падает. Поэтому водопровод решили соединить с городом. Как что, непосредственно. Красиво. Люблю тебя. Ну, жопа. Сынок, пока. Я даже не прохожаю. Слава. Не так давно об Акане широко узнали не только в госорганах среди коллег, но и на просторах интернета. Молодой папа ведет личные страницы в соцсетях, где делится видеозаметками о своем хобби и семейных буднях. К слову, любовь к рыбалке Акану в свое время привил его отец. На сегодняшний день я, наверное, ну, можно сказать, что у меня стаж более 15 лет рыбака. Да. Есть трофейные рыбы. И все это я транслирую. У меня есть свой тикток-канал. И потом написала мне корреспондент Тенгри Ньюс. Она у меня взяла первое интервью, вот касаемо рыбалки. После этого я начал активно вести свою страницу в тиктоке. Потом она зимой взяла опять второе интервью. Я думаю, ну, нужно точно, значит, развивать. И все, как бы, и родные, и близкие, и друзья говорят, ну, в принципе, получается, почему бы и нет. И мне это нравится, самое главное, по душе. И самое главное, я отвлекаюсь от всей этой обыденной жизни государственного служащего. Любящий, заботливый отец семейства, инициативный и ответственный госслужащий. Хочется верить, что таких специалистов, как Акан Аяшев в казахстанских госорганах, будет больше. Тогда и перемены к лучшему наступят гораздо быстрее. Редактор субтитров А.Семкин